Здарова всем ребят, Акинтух на проводе, и прямо сегодня будет ваша любимая рубрика, в которой я буду щитоков просто с локтя, с ноги, с кулака отправлять на бананово-строва, на путёвочку. Поэтому, да-да-да, если именно ты против щитоков, прямо в эту секунду прожимай агромишь лайк, обязательно подпишись на мой канал, а мы начинаем. В чём суть этой рубрики? Мало ли ты не знаешь, а не знаю, кто ты вообще такой. Ну мало ли ты не знаешь, суть рубрики такова. Подписчики мне отправляют видосики, там где есть щитоки, я смотрю эти видосики и отправляю их в бан. Всё элементарно просто, ну чё, полетели. Привет, забани читера АПЖ. Дружище, я всё понимаю, я не против вас забанить, но надо как минимум видео скидывать, ну или хотя бы иди его скинуть, а то ты просто одно сообщение написал и всё. Ну что же, ребята, давайте смотреть. Первое, что мы скинули, мне скинули такую фотографию, симпла, и сказали, кентуха, это щиток, забань его. Ну, окей, мы прямо сейчас посмотрим его айдишечку, его профиль, если это реально щиток, то мы его отправим куда? На бананных островах, куда же ещё? А вот он тот самый наш симпл, стенд-офф версия, ну точнее версия стенд-экспресс. 48 кд, 100% побед, ничего себе, машина, 12 кд в союзниках, обалдеть, братан, да? И как вы думаете, получил ли он бан? Смотрим из трём матчей, а бан он не получил, потому что если бы он получил бан, было бы написано, результаты отменены. Просто, ребята, посмотрите, он уже успел испортить нормальным игрокам игру, ну просто капец, ничего, братан. Если тебя античист система не забанила, то от кенту пока ты точно не уйдёшь. Братуха, пока! Ну что же, давайте посмотрим на этих красавчиков, потому что мне мой подписчик сказал, тут будет очень горячо. Ну сейчас смотрим, вроде бы начало каточки. Всё, говорит, всё как положено, но есть у нас один любитель прострелов. Ребят, просто посмотрите, минус три сделал. Ты что, какая умничка! Ник у него, Гяйнил, да? Четко, или Гяня, ой, братан, ты что, какой красавчик. Самый ценный игрок, эх, ребят, ребят. Как же жалко, что он не знает, что он улетает на Банановые острова! Братанчик, а, они ещё выиграли! Чего? Вы это видели? А как они выиграли? Они сделали всего лишь 8 раундов и победили. А, это закладочка, понял, я думал, это мэм. Ля, это читак в закладке! Это просто третец. Ладно, понимаю, в мэме читы используются для того, чтобы поднять ранг. Ну, в закладке это просто капец, братан, соболезный. Реально соболезный, ты что творишь? Мне его реально, ребята, жаль. Просто представьте, сколько должно быть мозгово, чтобы в закладке играть с софтом. Ну, это же просто капец. А вот сейчас, ребята, будет реально интересно, потому что тут мы видим медаль ветерана. И я вижу то, что у этого читака ранг бронза 4. Это же просто трендец! Как можно быть с таким маленьким рангом, если ты софт? Ладно, ребят, окей, смотрим, смотрим, смотрим. Ничего не предвещает беды, кроме того, что мой подписчик только что проиграл. Все, ребят, смотрим новый раунд и сейчас мы посмотрим. Вдруг мне показалось, вдруг это какая-то ошибка или еще что-то... А, он бегает, спортсмен! Посмотри, главное, с бессмертием бегает просто по всей карте. Не дает нормально играть, слышь ты! Не мешай подписчикам играть! Все, брат, ты получаешь банк 100% по-другому никак, без вариантов. Ну, а тут, ребята, перед началом этого видоса, хочу сказать, что мой подписчик красава, потому что он залил жалобу на своего тиммейта Читака. Чаще всего все заливают жалобы на противника, потому что если подать себе команде Читака, они такие типа, о, класс, пробущишь вместе с ним. Но тут подписчику реально огромный респект и, пожалуйста, подписчики, всегда так делайте. Ну, что, ребят, как мы видим, как мы видим, сейчас будет весело. Пока мой подписчик закупается, Читак уже сделал минус один! Ничего себе он скорострел, вот это я понимаю! Вот это я понимаю, минус один! И сейчас буду делать минус два, не? Он даже попасть не может, смотрите! Он стреляет по противнику, попасть не может! Хана он нуб! Хана он нуб! И он даже состоит в каком-то клане? А вдруг это вообще клан Читаков? Давайте-ка мы прямо, если честно, найдем этого Читака и посмотрим, что же там за клан. И вот он, ребята, наш Красавчик, я замазал ник, потому что там пиар кое-чего нехорошего. Но если мы видим, его уже выгнали с клана, то есть глава клана Красава, потому что он выгнал этого Читака просто как кота на улицу! Хорош, брат, КД-68, рангмастер и, скорее всего, он уже получил бан... Да, да! То есть мне даже ничего делать не надо, потому что результаты уже отменены. Ну а в этом видео, ребят, не обращайте внимания на этот ник, потому что он не софт. Софт у нас другой парень. Так, ну чё, как мы видим, бросает хэшечку, а тут-то, тут-то, ребят, спортсмен с неуязвимостью, с бессмертием, с АКРТХ бегает. Ой, красавчик, ой-ой-ой-ой-ой-ой. Ну чё, ребята, давайте посмотрим, с чем же всё это закончится. Знаете, что самое обидное? Самое обидное, что этого Читака никто не кикает. Почему? Почему вы не кикаете Читакова? Ребята, если у вас катка, когда-либо пойдёт сет-софт, сразу же его кикает и вы портите игру нормальным игрокам. Блин, ребят, вот я обратил на моего подписчика, у него охренеть какой огромный нож. Братан, ты чё? О, бежит, 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 бежит. Посмотрите, бежит, бежит, бежит. Ай, да хорош, ай, да хорош, ребята. Ща будет рубил. Опа! О-хо-хо! Нифига себе он сделал бум-бум-бум-бум. Ну чё, ребят, мы видим айдишечку, мы видим медаль ветерана. И самое интересное то, что у этого Читака 30% побед, то есть это читер-нуб. Так, ну чё, ребят, смотрим айди. 130, 292, 240. Братанчик. Осталось-то, бэби. Ну а прямо сейчас мы, ребят, видим самого жёсткого киберспортсмена в мире. Посмотрите. Ой-ёй-ёй-ёй-ёй-ёй. Посмотрите, ребят, как он быстро бегает, как он двигается. Что за движение? Он прямо через стенки, по расстрелами, через всю карту. Что он творит? Эх, братан, братан. Ты-то не знаешь, что попал Читар-патруль. А я-то знаю. 1, 2, 3, 4, 6, 7, 7, 1, 5, 4. Блин, кстати, айди у него очень крутой, посмотрите, да? Ну, ничего страшного. Пока-пока. Ну что же, давайте смотреть на новое видео. Попрошу варить внимание на аватарочки. То есть, как мы видим, 5 человек с одного клана. Зашлись спокойно поиграть в ММ. Сделали ниг, там, РС-1, РС-2, РС-3, РС-4, РС-5. Возможно, какой-то видосик. Но против них попался супер-киберспортсмен. Сойди на пятерку с клана Ван Пен. А мы, ребята, проверим этот клан. Я вам это гарантирую. Мы проверим этот клан. Вы посмотрите, что он творит. Ему бан-бан-бан-бан. И самое обидное, то что команда тером его не кикает. Ребят, вы чего? Если у вас в команде попался Читар, зачем портить игру другим игрокам? Кикайте его сразу, даже не думая. А то, может, еще и бан получить за это. Да, ребята, просто взгляните на все это. Я просто в шоках. Читар выносит всю команду. Его никто не кикает. Блин, очень жалко моего подписчика, ребят. И вот он, наш пассажир. Я нажимаю, ребят, на него. И мы видим, что он маскируется. Он пытается не болиться, потому что у него всего лишь сильвер. То есть, это такой беспаленный Читар. Но ничего страшного, ребята. Ну, ясен пень. Мы его забаним. Посмотрите, у него результаты отменены везде. То есть, скорее всего, ребят, он реально Читар. Так, теперь давайте посмотрим его клан. Я не удивлюсь, что он глава клана. Чего? Он глава клана. Если он глава клана, значит, все остальные тоже Читаки. Давайте проверять их аккаунты. Парня Элдерка. И он кто? Как вы думаете? Смотрим историю матчей. Не, вот этот парень играет по-честному. То есть, к нему вообще никаких претензий нет. Да, ребят, как мы видим, все-все-все максимально-максимально по-честному. Дальше вот этот китайский ник. Что же тут? Тут тоже все по-честному. Ну, это вообще такой бред. То есть, получается, глава клана играет в софт-ом, а все остальные играют по-нормальному. Я просто в шоках, ребят. Просто посмотрите, что происходит. Ё-моё. Давайте посмотрим симпла. Вдруг это тот самый симпл, который мы уже банили. Нет, это тоже честный игрок. Вы посмотрите. Да, ребята, я просто не верю своим глазам. Что происходит? Глава клана играет в софт-ом. Ребята, просто взгляните на вот это. Ну, реально, мне же неприятно на это смотреть. Читак выбрасывает всем скины и все их подбирают. Ребят, зачем вы это делаете? Наоборот, надо никак поощрять Читаку. Наоборот, видишь, он выбрасывает скины. Просто с высокой поляной головой ушли в эту сторону. И все, посмотрите, посмотрите. Сейчас будет выбрасывать. Ножи выбрасывает. Вот все, ребята, пошел контент. Мой подписчик, да, тоже начинает все это подбирать. Ну, ладно, ладно, пусть уже подбирает. Это его личное дело. Ну, самое главное, ребята, хотя бы скины. Есть что-то такое, чтобы их банили, потому что, понимаете? Вам-то хорошо! Он вам сбрасывает ножи. А вы подумали про противников. Они из-за вас сливают ран. Посмотрите, у него какой-то новый скин в руке. У него новый скин. Мой подписчик подобрал новые танта. Чего? Такого танта нету. Я впервые в жизни вижу такое танта. Обалдеть. Да, ребята. А, или не новый танта. Так, ребят, поправьте меня в комментариях, так как неловко вышло. Карта раз и ничего не предвещает беды. Мой подписчик бежит с дробашом. Как вдруг... Не, еще рано. Как вдруг... Не, еще рано. А, как вдруг... Какой-то снайпер. Просто посмотрите, как же он метко стреляет. Просто берет и выносит моего подписчика. Зашибись. Да, ребята. Нормально поиграли. Но ничего страшного. Вот этот парниш с АД. 131, 301, 1, 1, 4. Блин, где все так красиво иди? Улетает на банановые острова. Зачем так портишь игру нормальным игрокам? Так, ребят, давайте посмотрим еще раз. А то вдруг нам все это показалось. Ну, кто его знает. Мало ли, это какие-то глюки сейчас скажут. Я тут пока-то чуть перепутал как обычно. Окей, ребята, перепроверяем. Игра начинается. Все хорошо. Все прекрасно. Как вдруг? Нет. Он обратно рано сказал, да? Как вдруг? О, о, все. Понесла жара. Понесла жара. Сейчас уже замочил кого-то. А, все. И замочил на подписчика. Все. Не, ребята. Я думаю, уже все понимают, что это не случайность. И то, что это не прострел. И то, что такого парня надо банить. Не, ребята. Ну, сейчас просто люди трэш. Да. Вам не показалось? Это гонка вооружений. И да. Будьте так. Окей, ребята. Это просто взгляните на все это. Я вам скажу только одно. Я не верю. Я не верю в то, что это правда. Ааа. Ладно. Все. Давайте пока что потихонечку, помаленечку, спокойно. Игра начинается. И вот он. Вот он. Вы это видели. Просто взял и через стенку. Это не пинг. Это не случайность. Давайте посмотрим еще раз. Тип реально. В гонке вооружений игрался в том. В гонке вооружений, братан. Ты адекватный. Что с тобой? А, ну и как мы видим, его профиль 85% побед. КД 356. То есть я думаю, всеми так все стало понятно. То, что, ну, этого парня надо отправить на путемочку на банановые острова. Ну, а теперь вопрос к моей аудитории. Ребята, как вы считаете, надо ли банить таких людей, которые подбирают скины читака? Вот лично ваше мнение. Потому что от него зависит очень многое. Поверьте мне. Поэтому прямо сейчас напишите его в комментарии, а мы идем дальше. Ну, а прямо сейчас будет очень-очень весело. Давайте смотреть. Мой подписчик нам показывает читака. Говорит, вот читак, все дела, кентук, забань его. Ну, давайте посмотрим. На самом деле, это читак или мой подписчик просто бредит. Игра начинается самым-самым дефолтным образом. Как вдруг кто-то прибегает с ножичком. Посмотрите, даже нож не отображается. Вы это видели? У него был просто белый квадрат. Это что? А как это? Что у него за скин это был? Обалдеть. А ну-ка. Просто смотрите. Так, все. Читака замочили. Мой подписчик замочил читака. И он возродился или нет? Как думаете? Я просто не верю. Что происходит? Обалдеть. Я кидаю репкинту. Ищи. В. Чидер патрули. Видосе. Хорош, брат. Вот так вот, брат. Вот поэтому, отчим, родненький. Ты улетаешь на бананных стрела. Нечего было играть читами. Вот, ребята, игра только-только началась. Мой подписчик, чтобы понимали, играл с тейпада. Поэтому такой растянутый экран и черные полосы, да? То есть, мой подписчик, киберспортсмен, играл с тейпада. Как вдруг у него в команде оказался читак. И в команде противника тоже летающий читак. Посмотрите, летающий читак. Что, бабочка? Чего? Ой-ой-ой-ой. Посмотрите. Вот просто битва читаков. Один читак в команде подписчика. Второй читак. Тут что происходит? Ой-ой-ой-ой-ой. Той, обалдеть. Два читака в одной команде? Вы серьезно? Не, ребята. Если, ну и так, читак с команды его подписчика, он ливнул. Осталось только софтер с команды противника. Братан, покажи его ID. Покажи его ID. Мне надо его ID. Вот, вот, вот. 131, 242, 733. Братан, ты улетаешь бан. За то, что испортил игру и статистику моего подписчика. Ну что же, ребята, в принципе, это все. Обязательно прожмите лайк. Не забудьте подписаться на мой YouTube-канал. Также подпишитесь в мой телеграм-канал, потому что я разыграю именно вот этот Flipknife Vortex. Ваша задача прямо сейчас перейти по ссылочке в описании, в мою телегу и подписаться на нее. Все. Все, ребята, всех обнял-приподнял. Всем удачи. Всем пока.